Семен Борисович, здравствуйте! Очень приятно видеть вас, особенно в такое время, когда все скучают по драмтеатру. Идет процесс реставрации уже некоторое время. Расскажите, на каком он этапе? Ну, мы уже второй год, на самом деле, в ремонте, в реставрации. На каком этапе? На самом, наверное, активном, потому что в этом году все перешло у нас в зрительскую часть, и поэтому сейчас, ну, скажем так, подготовительные работы к отделке, я даже не знаю, какими словами сказать, потому что на самом деле выглядит, как будто бы заново строим здание. То есть, вот практически все размыто, снято покрытие на полу, да, где-то паркеты, где-то какие-то были доски, мрамор на первом этаже. То есть, вид такой разрухи, но разрухи продуктивной. Поэтому ремонт в самой активной фазе. Ждем тепла, чтобы окончательно взяться за фасады. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Есть определенные нюансы, так как здание исторический памятник и памятник архитектуры. Расскажите, пожалуйста, о том, может быть, вот какие тонкости существуют, которых нет при капитальном ремонте обычных домов. Ну, конечно, тонкости, прежде всего, самая большая сложность – это сохранить памятник памятником, да, не сделать это какой-то новодел, не испортить то, что есть, восстановить то, что было изначально. Это сложно. Это порою даже, скажем так, какие-то вещи нам приходится по фотографиям смотреть, как оно было. Мы сейчас говорим о покрытии пола, даже в этом, казалось бы, мрамор, вечные материалы. Все равно нам приходится сейчас восстанавливать, потому что был утрачен первоначальный рисунок пола. Сейчас мы возвращаемся к тому, что было при постройке этого здания. И очень много таких вещей. Где-то рисунок паркета был изменен при ремонте, где-то вообще утрачена плитка какая-то. Все это нужно найти, все это вспомнить, все это зафиксировать, документировать и сделать так, как оно было. То есть можно сказать, что это не только необходимость, которая уже пришла со временем, но и восстановление исторической культурной справедливости, скажем так. Вот прям капельку в экскурс. Давайте введем наших телезрителей. Когда здание было построено, когда театр появился на этом месте и кто архитектор? На самом деле это такой очень интересный момент. В 59 году было принято решение о постройке этого здания. На театральной площади. Всего за два года здание было построено. Уже в 61 году театр начал давать спектакли в этом здании, уже красивом, на тот момент современнейшем. Ну, храм искусства, да, действительно вот прям, да, с колоннами, все как положено. Что касается самого проекта, это такая история, которая... Есть городская легенда, что якобы проект сделал Кио. На самом деле, нет, это не так. Кио сделал с товарищами, сделал театральную площадь. Проект театральной площади, это, да, вот делал Кио, волшебник наш, да. А что касается самого проекта здания, это был типовой проект на тот момент. Это было пять театров по России, построено по этому проекту, но он был немножко доработан нашим граждан проектом, рязанским. Были сделаны доработки от типового проекта и немножко здание отличается, конечно. Так много легенд ходит про этот проект. Ходят легенды, что при постройке были заложены какие-то подземные ходы по театральной площади. Нет, конечно, такого ничего нет. Это была достаточно болотистая местность. Ее сначала укрепляли, бетонировали, поэтому есть легенды, что якобы что-то тут прокапывали, но нет, такого нет. Ничего. Здание интересное. Здание приводит в восхищение всех, кто к нам приезжает. И мы очень гордимся своим зданием, гордимся акустикой, потому что, к сожалению, сейчас очень редко при постройке театров сохраняется такая акустика. Нам повезло, у нас действительно очень хорошая акустика. Несмотря на то, что ремонт вовсю идет, реставрация, реставрационные работы перешли к внутренней части, к зрительному залу, это не означает, что артисты перестали работать. Работа кипит вовсю. Расскажите, пожалуйста, да. Это совсем не означает, что мы остановились. Мы действительно очень много катаемся, катаемся. Сейчас мы катаемся большей частью, гастролируем, выезжаем по региону, по Рязанской области. Но уже начиная с мая месяца, у нас достаточно плотный гастрольный график. Мы едем в Тамбов, мы едем в Калугу, мы едем в Ростов-на-Дону, Новочеркасск. В июле мы переезжаем в Таганрог. На сентябрь запланирован Севастополь. На октябрь, да, на конец октября Великий Новгород. Театр каждый месяц куда-то выезжает, и не в один город, а в два, в три. Это тоже большая работа. Это сложная работа. И логистика. Ну и время сейчас непростое, поэтому стараемся ужиматься где-то финансово, но без потери качества для спектаклей. Это что касается гастролей. Но помимо гастролей мы, естественно, репетируем. Буквально завтра приезжает Гульнара Головинская. Первые, первые, прям самые первые читки, первые репетиции. Такой сложный, волнительный момент всегда для театра, потому что кто попадет в спектакль, кто не попадет. Все переживают, все хотят работать. Она будет ставить Мольера, Тортюф. Мы планируем выпустить в середине октября этот спектакль. Очень надеемся, что уже ремонт будет закончен, и мы прям вот полноценны. Чуть позже, если мы говорим про большие постановки, чуть позже мы приступим к Островскому. Поскольку в следующем году юбилей Островского, мы, естественно, не могли пройти мимо. Будем ставить Островского. А уже известно, что? Да, доходное место. Будем ставить доходное место. Арсений Кудря будет ставить доходное место Островского. Сейчас на малой сцене. Мы репетируем историю любви. Когда-то этот спектакль был в нашем репертуаре. Мы решили его, ну, не восстановить это. Скорее, заново поставить все-таки с абсолютно практически другими актерами. Единственное, Андрей Блажилин остался. Андрей Блажилин остался. Другие актеры. Немножко другое оформление. Тот же режиссер, естественно. Но уже с новым взглядом, да? С новым взглядом. И знаете, даже по подбору актеров это будет совсем другой спектакль. Более, скажем так, ну, не то что молодежный, но я думаю, что с другими немножко акцентами. С другими вот точками. Вот так скажем. Хотя тема, естественно, останется та же. Мелодрама, любовь, трагедии. Ну, в общем-то. Будет новое, да. Будет совсем новый такой спектакль. Будем ждать. Особенно интересно будет тем, кто видел спектакль. Сравнить. Хотелось бы еще вот немножко про Мольера поговорить. Режиссер уже не впервые, ведь, по-моему, ставят в нашем театре. Чего ожидать от нее, может быть? Вы знаете, Гульнар Головинская обладает редким, на мой взгляд, редким даром. Это тот режиссер, который ставит спектакль для зрителя. Но этот спектакль точно будет интересен театральному сообществу, театральным критикам, фестивалям. Все постановки, которые она ставила у нас до этого, и Король Лир, и Вишневый сад, они все были любимым зрителям и при этом всегда что-то получали на фестивалях. Признаюсь, я, конечно, именно преследую такую же цель, приглашаю Гульнар Головинскую, чтобы спектакль был как бы двуликим, двуликим. К сожалению, часто так бывает, что если спектакль очень любят зрители, то, к сожалению, театральные критики к этому относятся. Ну, вы поставите для зрителя спектакль. Прямо это звучит в открытом тексте. Это всегда обидно театру, но факт остается фактом. И когда ставишь чисто фестивальный спектакль, ты тоже понимаешь, что, скорее всего, зритель на него будет ходить вот так вот. Потому что театральное высокое искусство – это немножко такая… Это немножко, да, такая… Как и в любом искусстве. Как и в любом искусстве. Для ценителей, для ценителей, да. Вот Гульнар Головинская может сочетать, может сочетать вот эти две вещи, казалось бы, такие диаметрально противоположные, именно поэтому мы ее и завел. Материал интересный, сложный, конечно, манер всегда такой… Хотя в свое время, я так понимаю, нас, конечно, там не было 400 лет назад, но я думаю, что все-таки он-то писал как раз для публики вещи. Сейчас это уже классика, это классика, где нужно уже так подумать местами, над хитросплетениями, что и как, кто за кем уйдет. Я очень хотел давно иметь манеру в репертуаре, мы давно ничего не ставили. Мне кажется, это будет прям интересно и подарок зрителю, и подарок театру, и нам приятно. И про спектакль, который будет ставить Арсений Кудря, молодой довольно режиссер, но уже хорошо известный как актер нашему зрителю, и его постановки, допустим, новогодняя, та же самая смелая достаточно сказка. Вот от него что ожидать? Классического Островского или скорее тоже будет что-то новое прочтение? Сейчас трудно сказать, я думаю, что, конечно, зная Арсения, что, конечно, какие-то будут элементы современного театра, скажем, да? Но Арсений давно хотел поставить классику. Мне кажется, это все-таки будет такое сочетание, большей частью классики, с какими-то вкраплениями современного театра. Мне интересно, я думаю, что многим будет интересно посмотреть, что получится, какой спектакль выйдет. Доходное место достаточно густонаселенная пьеса, это не на троих, не на двоих, это как минимум восемь персонажей, практически главных героев, которые постоянно на сцене, постоянно здесь рядом. Ну и как первый опыт именно классической постановки, мне кажется, Арсений будет очень стараться поставить так спектакль, чтобы нам было интересно, действительно. Будем в это верить, потому что, думаю, еще и к новому сезону все зрители настолько соскучатся, что на ура вас примут новые постановки. В новом сезоне еще какие планы? Наверняка кого-то пригласили к себе в гости на гастроли уже. Поскольку сезон у нас будет отчасти юбилейный, это 235-й сезон театральный будет у театра, мы хотим, мы долго обсуждали со всеми, и мы хотим сделать такой сезон, чтобы большинство спектаклей были классической, такой классический сезон, классической направленности. Состоится ли знаменитый, любимейший и рязанцами, и гостями фестиваль свидания на театральной? И что ждет, если он состоится, что ждет нас? Очень приятно прозвучало сейчас слово «знаменитый». Конечно, фестиваль состоится, как всегда, в третью неделю ноября. Мы ждем рязанцев на наш фестиваль, международный театральный фестиваль. Что нас ждет, пока говорить рано, потому что мы только-только закончили принимать заявки, и сейчас, так сказать, комиссия, отборочная комиссия просматривает эти материалы, что будет. А вот приоткройте нам тайну, много ли заявок поступило, и сколько спектаклей пройдет этот отбор? Ну, спектакль пройдет, как обычно, 7 спектаклей большой формы и 3-4 малой формы будет спектакля. Поступило на сегодняшний день 87, по-моему, заявок. Это меньше, чем предыдущие годы, будем откровенно говорить. Но это и понятно, потому что сейчас достаточно тяжелое время, мы только вышли из пандемии. Понятно, что во время пандемии не все ставили спектакли, кто-то вообще не работал. Очень приятно, что есть заявки из-за рубежа, несмотря ни на что, из Прибалтики, из Германии, ближайшие наши соседи, как всегда, Белоруссия, Казахстан прислали заявки, Южная Осетия. Достаточно такая большая география, достаточно большой пул театров. Ну, посмотрим, что пройдет отбор, посмотрим, и уже где-то в июне мы будем знать афишу. Мы с нетерпением будем ждать и мы, в частности, обещаем нашим телезрителям рассказывать о том, что происходит. Дорогие рязанские зрители, мы очень вас ждем в нашем обновленном, отреставрированном здании. Приходите к нам. В октябре я точно уверен, что мы откроемся. И точно вас будем удивлять. Приходите. Спасибо, Семен Борисович. Я же прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»